Самая требовательная, внимательная и серьезная аудитория – молодежь. Определяя в процессе взросления собственные приоритеты, интересы и желания, ребята ищут родственные души на страницах произведений, насыщая свою жизнь приключениями и переживаниями, порой даже отождествляя себя с главными героями. СОВРЕМЕННАЯ ПОДРОСТКОВАЯ ЛИТЕРАТУРА Книги для подростков с сюжетами о любви могут поразить даже взрослых читателей. Пример – данный подростковый бестселлер. У главной героини Хейзел Ланкастер в юном возрасте обнаружили рак легких. Она считает, что должна смириться с тем, какой стала ее жизнь. Но затем случайно она знакомится с молодым человеком по имени Агастус Оутерс, который несколько лет назад сумел побороть рак. Когда Хейзел в своем саркастическом тоне пытается прервать попытки Агастуса познакомиться, он понимает, что нашел девушку, которую искал всю жизнь. Несмотря на страшный диагноз, молодые люди радуются каждому новому дню и пытаются осуществить мечту Хейзел – встретиться с ее любимым писателем. Они пересекают океан и едут в Амстердам, чтобы эта встреча состоялась. И хотя это знакомство оказывается не совсем таким, каким они ожидали, в этом городе молодые люди находят свою любовь, возможно, последнюю в жизни. На окраине города среди стандартных новостроек стоит серый дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Дом хранит уйму тайн и банальные скелеты в шкафах. Лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались родители. Дом – это их отдельная вселенная. Читателю придется самостоятельно решить, действительно ли этот дом волшебный, или это всего лишь воображение детей. Гай Монтек – пожарный. Его работа заключается в том, чтобы сжигать книги, которые запрещены, по заверениям властей запрещены, и являются источником всех раздоров и бед. Также Монтек несчастлив. Разногласия в браке, спрятанные в доме книги, механический пес пожарного департамента, вооружившись смертоносной инъекцией в сопровождении вертолетов, готов выследить всех диссидентов, которые бросают вызов обществу и системе. И Гай чувствует, что за ним наблюдают, ожидают, пока он сделает неверный шаг. Но стоит ли бороться за жизнь в обществе, которое уже давным-давно себя загубило? В следующей книге Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков» повествование ведется от лица 12-летнего Дугласа. Вместе с мальчиком мы проживаем одно замечательное лето. Дуглас погружается в атмосферу жарких дней, гуляет по лесу, играет и собирает пушистые одуванчики, из которых в его семье принято готовить сладкий, ароматный напиток. «Вино из одуванчиков», похожих на маленькие солнышки, с зимними холодными вечерами, напоминает о дивных минутах ласкового лета. Эта книга во многом является автобиографической, описывая детство самого Рея Брэдбери. Эта повесть словно песня лета и молодости. Герой понимает, как прекрасно просто жить, открывая для себя удивительный мир. Шестилетняя Джин Луиза Финч, глазастик, живет со своим старшим братом Джимом и их овдовевшим отцом Атюкусом, немолодым адвокатом. Однажды Джим и Джин встречают мальчика по имени Дил, который каждое лето приезжает в город к своей тетке. За детьми все время наблюдает их сосед-затворник Артур Страшила, Редли. В городе взрослые не решают говорить о Страшиле. В течение многих лет его мало кто видел, но дети начинают кормить друг друга воображаемыми слухами о его внешности и причинах, по которым он скрывается. Со временем дети замечают, что кто-то оставляет им небольшие подарки у дерева рядом с домом Редли. Несколько раз таинственный Страшила оказывает знаки внимания детям, но к их разочарованию он никогда не появляется лично. Но вот неожиданно обвинение против Тома Робинсона, который будто бы изнасиловал женщину, меняет жизни не только взрослых в городе, но и детей. И скоро наступит день, когда Артур Редли не просто выйдет из своего дома, но и сыграет в этой истории свою значительную роль. Мальчика зовут Холден Колфилд и живет он в повести над пропастью воржи, до сих пор боготворимой миллионами подростков. Холден наделен абсолютным нравственным слухом. Он мгновенно различает фальш, и с него словно содрана кожа, обнажены нервные окончания, его сверхчувствительность особого рода радар, улавливающий то, мимо чего спокойно проходят другие. Но он не ангел и не дитя цветов, а трудный подросток во всей красе, со своими переживаниями, волнениями и талантами, но и со своими тараканами тоже. Но у Холдена есть еще и странная, но очень трогательная мечта. Роман «Над пропастью воржи» переведен почти на все основные языки мира и входит в список 100 лучших англоязычных романов. Следующая книга – это трогательная, милая, романтическая литература для девочек-подростков. В этом произведении речь идет о скромной девчонке, в которую влюбились сразу несколько весьма достойных одноклассников. В свою очередь добродушная, симпатичная и скромная Марина выбирает бестолкового троечника Богдана. Что произойдет дальше, читайте в произведении автора многочисленных бестселлеров, среди которых выпускной роман «Любовь под знаком Зодиака», «Бал моей мечты», «Любовь из легенды», «Если влюбишься, молчи», «Поцелуй под дождем». Затягивающий детективчик для подростковой аудитории. Есть две сестрички – Женя и Ника. Первую отправляют на обучение в славную столицу Великобритании. А вторая остается на нашей с вами родине. Девчонки общаются в сети, обмениваются музыкой. И вот однажды Женя бесследно исчезает, перестает отвечать на письма. Факт пропажи остается без внимания до тех пор, пока Ника сама не переезжает в Лондон. Там главная героиня наталкивается на странное видео, на котором фигурирует сестра. Ника начинает играть в детектива без лицензии и пытается распутать дело об исчезновении. Читателей ожидает отличный сюжет. Цикл «Хроники Нарнии» Клайв Льюис Вы удивитесь, но «Миры Нарнии» – это классический пример книг о попаданцах. Ошеломляющий успех цикла Льюиса произвел фурор в литературе. Это серия из семи частей в жанре фэнтези. Действия происходят в волшебной стране Нарния. Персонажи много путешествуют, оказываясь в различных обстоятельствах. Основной лейтмотив – это борьба добра и зла, семейной ценности и готовность к самопожертвованию ради спасения других. Животные разговаривают. Волшебство окружает людей. Книги цикла взаимосвязаны, но не отображают хронологического порядка сюжета. Цикл книг «Гарри Поттер» Джоан Роулинг Это невероятные приключения юного волшебника и его друзей. Талантливые маги живут среди маглов, не выдавая своей истинной натуры. Ребята учатся в специальной школе чародейства и волшебства. Взаимоотношения подростков, их взросления, первонежные чувства, детективные истории и хитросплетения проблем и внутренних конфликтов – это далеко не весь перечень интересных моментов произведения. Серия романов принесла Роулинг мировую славу. История «Гарри Поттера» экранизирована и входит в число лучших подростковых фильмов, которые и взрослые смотрят с заворожительным восторгом. Цикл «Властелин колец» Джон Толкин Это мегапопулярная трилогия о хоббитах и главном герое по имени Фродо, а также о других занимательных обитателях волшебного мира. Вместе с друзьями он странствует по землям Средиземья, дабы избавиться от волшебного кольца, сила которого разрушительна для всего мира. Постоянно сталкиваясь во время путешествия с непреодолимыми препятствиями, влияющими на их взаимоотношения, разношерстные герои переживают множество трудностей и потерь. Автор вдохновился на написание романа, изучая староскандинавские и средневековые английские тексты и эпосы. Жить, чтобы любить. Ребекка Донова А в маленьких городках не принято выносить ссор из избы. Жители провинции изо всех сил пытаются казаться лучше, чем они есть на самом деле. Они подчеркнуто соблюдают правила приличия и внимательно следят друг за другом. В окружении снобов живет Эмма Томпсон. Девушка мечтает превратиться в невидимку. Она старается быть незаметной, мечтает, чтобы никто не обращал на нее внимания. Она носит одежду с длинным рукавом, чтобы никто не увидел следы жестоких побоев. Эмма заботится прежде всего о том, чтобы никто не узнал, как далека от идеала ее повседневная жизнь. Девушка ужасно боится, что секрет, который она отчаянно пытается скрыть, станет известен жителям ее городка. И вдруг неожиданно для себя Эмма встречает любовь и, осознав это, осмеливается первый раз в жизни вздохнуть полной грудью. Сделав это, она понимает, что любить – это значит жить. Хранители времени Очень захватывающий роман, обязательный для прочтения всем, без исключения любителям фантастики. В мире существуют две силы – гвардия и орден хаоса. Первая выступает на стороне добра, а вторая идет по пути разрушения. У некоторых жителей страны в подростковом возрасте начинают проявляться паранормальные способности. И тогда их на перегонки вербуют противоборствующие организации. Главная цель ордена хаоса состоит в изменении истории. Основная задача гвардии – следить, чтобы злодеи не исказили будущее путем манипуляции в прошлом. В центре романа Итан и Изабелла, на судьбу которых выпадает немало передряг и участие в великом сражении. Цикл романов Джоджо Мойес «До встречи с тобой». Луиза Кларк вполне довольна своей судьбой. Она работает в местной забегаловке, жизнерадостно встречает клиентов и с удовольствием возвращается домой. На личном фронте у девушки также все в порядке. Имеется любимый человек – Патрик. Но внезапно кафе закрывают. Лу вынуждена искать новый источник заработка. Она нанимается сиделкой к парализованному бизнесмену. В прошлом работодатель много путешествовал и вел активный образ жизни. Несчастный случай и его последствия выбили парня из колеи. Он впал в глубочайшую депрессию. Но не беспокойтесь, хохотушка Лу вытащит Уилла из пропасти отчаяния. Если вы еще не слышали об этой истории, то вас ждет неожиданный поворот сюжета. На данный момент произведение является трилогией и состоит из романов «До встречи с тобой», «После тебя», «Все та же я». Создавая подборку, мы учитывали книги, которые подростки часто обсуждают. И так уж сложилось, что школьная программа, в которой представлены романы, созданные не для детей, а для взрослых читателей, далеко не всегда интригуют умы молодые. Чтобы глубинно понять произведения, скажем, романы Толстого или шедевры Достоевского, мало быть умным, надо набраться жизненного опыта. Лично прочувствовав некоторые ситуации, с которыми сталкиваются взрослые герои. Что читают подростки? В этом возрасте тянет на книги про первую любовь, дружбу, отношения с родителями, поиск себя, школу, достижения. В книгах можно узнать себя. Многие из вышеперечисленных произведений откликнутся детям и будут актуальны именно сейчас. Надеемся, вам понравилась подборка произведений, которые интересно прочитать современным подросткам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!